Всем доброго времени сутра, дорогие друзья! С вами Кирилл Шерков и Никита Петров. И вот по случаю знаменательного события именно двух тысяч подписчиков в нашей группе мы решили записать по одному видео из каждой из наших рубрик, в том числе даже старых и давно заброшенных. Ну и сейчас у нас на очереди самые красивые... Ну не самые красивые, а самые красивые ходы в истории шахматы. Один из самых запоминающихся жемчужин, а именно партия ну неизвестного на самом деле, видимо, чешского шахматиста, чью фамилию произносить не буду, и Давида Бронштейна. Партия сыграла в 1963 году, Бронштейн играл чёрными и, как вы видите, получил небольшой перевес в Эншпиле, но как добиться прогресса здесь не очень понятно. Белые... Кстати, да, наконец-то я доволен. Мы 50 секунд потратили не просто так, а, можно сказать, с попытки, наверное, 20-й. Ой-ой-ой. Там Риал играет в футбол, но неважно. Попытки с 20-й, наверное, мы записываем эту запись. Ну, может, с 10-й точно. Да, и Бронштейн сделал интересный ход. Да, возможно, вы увидите нарезку неудачных дублей. Всё зависит от Херрилла. Но в партии вот этот вот шахматист, играющий белыми, настолько был уверен в неприступности и своей позиции, что даже сыграл Ладя Д5. То есть, обратите внимание, если черный избирает Ладью, то после Ладя Д5 они не могут добиться прогресса, несмотря на лишний материал. То есть, ну, про лишнее качество, но просто нет ни одного прорыва. То есть, позиция ничейная. Ну, видимо, уже здесь Бронштейн видел вот эту вот идею. Кунь С7, слон Д1, Кунь А6, слон С2, Кунь Б4, слон Б1. То есть, ну, белый пытается защитить единственную слабую точку в позиции, именно поле А2. Ну, и вот тут вот Бронштейн сделал на первый взгляд невинный рот Ладья А6, но он оказался при людях к, ну, одной из самых влогих комбинаций, наверное, в истории шахмат. Потому что после Ладья бьет Д1, была сыграна на конь Б5, Ладья бьет Д5, и вот тут вот черные нанесли удар Ладья Б3. Сумасшедший. Ну, где простая, на самом деле, ну, это пешка на Б3, это ворота, ворота в позиции белых, и таким образом эти ворота взламываются, взрываются, не знаю, называйте как хотите. Но дело в том, что этот ход связан с жертвами не продних качеств, а чистой ладьи. После Ладья Б6 белые не обязаны брать на А3, после чего Ладья ИНН абсолютно безнадежен из-за слабости пешек Е3 и Ж3, а могут пойти Король С2. После Ладья Б2 Король С1, и белые сохраняют лишнего слона. Несмотря на это, позиция черных здесь лучшая, возможно, просто выигранная. Компьютер понимает это не сразу, но на большой глубине постепенно проникается идея Бронштейна и пишет оценку где-то в районе минус 1. То есть, видимо, позиция черных просто фоксирована в играноту. Еще последовало Ладья И2, где Д1, Ладья И3. Вот, как вы видите, все пешки потихоньку обсыпаются. Ладья Ж1, Ладья С3, Ладья С4. В черных образуются три связанные проходные по центру. Ну, в партии они пошли вперед, мы в довольно быстром темпе покажем остаток партии. Я так думаю, я прав? Мы можем, конечно, растянуть и поанализировать эту позицию. Я думаю, это никому не интересно. Ну да, вряд ли здесь Белый имеет реальный шанс на спасение. То есть, понятно, что они защищались не лучшим образом, тем не менее, по идее, такие пешки невозможно удержать. Это С1, они уже на 4-й и на 3-й горизонтали. Белый еще дали ряд бесполезных шаров, король пришел на Ц3 и партия закончилась. Неожиданно. Сурзей проходит. На ЛДЦ4 очевидно задуман на король Б2 и Е2 неотразимую угрозу. Да, ну на этом всем спасибо за внимание и до новых встреч.